Здравствуйте, приветствую всех слушателей курса. Меня зовут Анатолий Васильев, я нейрофизиолог кандидат биологических наук, и я провожу исследования на биологическом факультете МГУ, а также в Центре нейрокогнитивных исследований МГППУ. И центральной темой моей научной работы является изучение мысленных движений и смежных с ними сенсомоторных феноменов, причем это изучение как фундаментальных аспектов нейрофизиологических и психофизиологических, так и попытки практических реализации использования представления движения в нейротехнологиях и интерфейсах МОСКомпьютер. И сегодня моя задача как раз дать такой разносторонний экскурс в представлении движений, разобраться, почему такие интерфейсы целесообразны, почему они популярны и как они реализовываются на практике. И я сразу скажу, что вопросы цифровой обработки сегодня детально я не буду освещать, поскольку это было уже рассмотрено в предыдущих лекциях, в частности Алексеем Асачем, это лекции 5 и 7, а также еще был семинар Никиты Федосова, который был вместо лекции 6. Я рекомендую тоже посмотреть параллельно или перед этой лекцией. Естественно, часть информации, которую они уже вводную сообщали, она будет немножко перекрываться сегодняшней лекцией. Так что давайте начнем. Давайте приступим к самой лекции. Начнем с того, что вспомним основную такую типологию интерфейса МОСКомпьютера. На предыдущих лекциях уже предлагались разные способы классифицировать неинвазивные интерфейсы. И вот для сегодняшнего разговора я предлагаю обратить внимание на деление на экзогенные и эндогенные МК. Но несмотря на такие умные слова, мне кажется, деление достаточно интуитивным. Сейчас поясню. Вот в состав экзогенных интерфейсов обязательно входит внешняя стимуляционная среда, которая необходима для формирования у пользователя детектируемых мозговых ответов. И примерно на таких интерфейсах может быть, например, матричный интерфейс на P300, буква-печаталка или спеллер. Напротив, для эндогенных интерфейсов, то есть с внутреннего происхождения, в формировании команды внешние стимулы не участвуют. И она формируется за счет произвольного мысленного усилия. Про экзогенные интерфейсы вам расскажут на следующих лекциях. А сегодня мы поговорим как раз про эндогенные интерфейсы, в которых доля рынка, так скажем, интерфейсов на представление движения занимает примерно 90% или даже более, если судить по количеству выходящих работ научных. И, естественно, эндогенные интерфейсы, они не только на представлении движения, они могут быть еще и на других феноменах основаны. И давайте рассмотрим сначала основные преимущества и недостатки таких эндогенных интерфейсов. Сначала преимущества, давайте посмотрим. Во-первых, это, как уже замечали предыдущие лекторы, это более идеологический, такой правильный, честный подход, который соответствует маркетинговому такому слову, как управление силой мысли. Поскольку у нас тут, собственно, сами мысли, они сами, мысленные усилия трансформируются в команды. Во-вторых, нет необходимости занимать у пользователя поле зрения стимульной средой. То есть это дает прощение архитектуры МК вот в этом аспекте и теоретически позволяет встраивать такие МК в большее количество практических задач. Например, управлять машиной больше удобнее, когда ты смотришь на дорогу и оцениваешь какие-то результаты управления, нежели когда смотришь на светящиеся лампочки и отвлекаешься от задачи. Ну, в некоторых, естественно, приложениях светящиеся лампочки просто не годятся. Третье преимущество заключается в том, что для сложных пациентов, для тех, у которых несохранна сенсорная среда, для тех, у которых, те, кто, допустим, парализованы, незрячие, такие интерфейсы, только такие интерфейсы подходят. Но, естественно, как всегда, есть нюансы, о них мы еще поговорим потом. Четвертое и пятое преимущества, они касаются схем реализации управления, которые можно сделать на основе этих МК. В частности, возможно сделать асинхронную схему, когда пользователь сам определяет момент начала и остановки поддаваемых команд. И только с эндогенными интерфейсами можно реализовать пропорциональный непрерывный контроль. То есть это, когда добавляется в МК такая аналоговая черта управления, то есть мы отдаем не цифровые дискретные команды, а мы управляем интенсивностью входного канала, то есть количественными показателями, допустим, скоростью за счет интенсивности поддаваемого сигнала. То есть какой-то яркости представления или количеством движений представляемых можно регулировать силу управляющего сигнала. И вот если все эти преимущества так оптимистично просуммировать, то получится, что эндогенные интерфейсы МК, они еще получаются круче, чем мышечное управление. Тут даже получается, что органы управления не нужны, кипи-джойстики, манипуляторы. И тогда вообще непонятно, зачем нужны и другие интерфейсы. Ну, сейчас вы поймете почему. Потому что у эндогенных МК, конечно, существует ряд существенных ограничений. И первое из этих ограничений, естественно, так и в общем можно сформулировать, это общая низкая эффективность, очень низкий битрейт. Почему это происходит? Во-первых, потому что фундаментальная вариабельность мысленных усилий, она очень высокая, особенно в мозговых проявлениях. Поэтому как-то надежно и качественно детектировать совершенно разнообразные мысленные усилия не представляется возможным. Но это пытаются решить с помощью более высокоразмерного сигнала. И это связано с тем, что в более высокоразмерном сигнале можно выявить, попытаться выявить большее количество размерностей полезного сигнала. и оказывается, что все равно даже получается сигнал шумоотношения очень низкое. И это все приводит к тому, что количество используемых команд тоже очень низкое. То есть слабое распознавание плюс малый репертуар – это равно низкий битрейт, то есть низкая скорость передачи информации в интерфейсе. Второе существенное ограничение – это то, что, как правило, для того, чтобы качественно научиться управлять интерфейсом, требуется большое количество тренировки и мотивации, чтобы овладеть достойным уровнем управления. И третье, четвертое, я уже в принципе сказал, это нужно использовать более сложные алгоритмы, чтобы из более высокоразмерного сигнала доставать как можно большее количество команд. И высокая вариабельность ответов тоже не позволяет настроить такие классификаторы, которые бы с разными вариациями могли ловить одни и те же команды, которые человек задумывал, как одни и те же, а получается, что на самом деле разные. И приходится из-за этого оптимизировать конкретного пользователя интерфейса, что, конечно, усложняет обработку, и она не всегда происходит автоматически. Нужен специалист, который этим занимается. Такие специалисты обычно не сидят рядом с пользователями, они разработчики, то есть их нельзя приписать к каждой установке интерфейса. И вот в связи со всеми этими четырьмя пунктами, пятый пункт выливается в то, что значимое количество людей вообще не могут управлять в таких интерфейсах на совершенно разных технологиях. И хорошо, что пятому пункту придумали, как его превозмочь. Это обиженные разработчики. Обычно называют им безграмотными таких пользователей, которые не могут управлять, и таких просто обычно не берут в рассмотрение. И с учетом того, что преимущества эндогенных интерфейсов очевидны, и также очевидны недостатки, исследователи придумывают разные парадигмы генерации таких эндогенных состояний, которые можно классифицировать. Как я уже сказал, что мысленное представление у нас самое распространенное, но есть еще и другие подходы. Самые старые – это неспецифическое напряжение и расслабление на затылочном альфа-ритме. Также есть попытки распознавания отдельных эмоциональных состояний, внутренней речи, зрительного воображения, какой-то ментальной математики, мысленной ориентации в пространстве. И еще есть класс интерфейсов, которые используют неосознаваемые стратегии. Это близко к нейрофидбэку, биологической оборотной связи, то, что называется. Это тоже такая отдельная оперантная стратегия, которую можно будет рассмотреть отдельно. Кстати, кому интересно, если слайды выложат отдельно, то у меня каждому слайду есть в комментариях ссылки на публикации. Кому интересно, может быть, посмотреть на отдельные эти все стратегии, обзорчики. Ну и по дальнейшим слайдам там тоже будут приведены какие-то картинки, которые, возможно, беру из других публикаций. Они там все в комментариях, приведены ссылки на них. Ну и теперь давайте перейдем непосредственно к теме лекции, к представлению движения и выделим основные причины, предпосылки. Почему представление движения это такая распространенная парадигма для метагенных МК? Предпосылок несколько. Во-первых, вы, наверное, уже знаете, что движение является основным механизмом взаимодействия человека со средой. Поэтому можно предположить, что мысленные движения уже так не придется сильно как-то докручивать, модифицировать, дорабатывать для того, чтобы использовать его аналогичным образом для управления. Значит, вторая предпосылка, она как следствие как раз важности движения для человека. оказывается, что примерно две трети нейронов центральной нервной системы, она обслуживает движение. Тут, конечно, такая научпоп-статистика для вас, потому что там и мужичок в основном вкладывается в эту огромную массу нейронов. Ну и на коре тоже, вот вы видите, там приведена картинка санцемоторной коры, она занимает визуально половину примерно поверхности коры головного мозга. Так или иначе, то есть там не все моторная кора, там частично обслуживающие дополнительные области, сенсорные, моторные. И вот это все, оно дает нам такую хорошую предпосылку к тому, что нейронов для декодирования, для общей поверхности, она очень большая, и потенциально количество сигнала, которое оттуда можно считать, оно большее, ну просто потому, что площадь поверхности больше. И, ну, по сравнению, допустим, с теми же, допустим, системами, которые связаны с эмоциями, с насозрением, они гораздо меньше по области количества нейронов, поэтому моторная система, она перспективно выглядит для таких вот декодирующих интерфейсов. Третий фактор, это так называемая самототопическая организация коры. Вы, наверное, уже знаете из Легбеза, который Василий вам читал, что первичные моторные и самотосенсорные зоны, они устроены секторально, и так получается, что вот они иннервируют разные сегменты тела в такой вот секторальной ориентации, представленной на коре. То есть у нас есть в пространстве можно разделить представление различных частей тела. Вот так перспективно может быть, получится, что вот можно разделить ноги, допустим, руки, язык. То есть они разделены в пространстве, что, конечно, облегчает обработку сигнала и выделение каких-то полезных признаков в массиве сенсора. И в четвертых, да, у нас есть достаточно, поскольку движение очень важно для человека, и всякие двигательные нарушения, они давно были известны, и уже давно ученые, исследователи, они врачи, изучают, откуда это движение происходит, и все нейрофизиологические основы, они уже достаточно подробно изучены. Это уже такое хорошее подспорье для того, чтобы нейрофизиологическими теми же коррелятами потом управлять в МК, то есть уже большая база знаний имеется по этому поводу. И в пятых, об этом мы потом еще детально поговорим, оказывается, что конкретно мысли на движение, представление движения, они имеют некоторый практический аспект, они эмпирически было найдено за спортсменами, что представление движения, двигательные образы, они имеют некий полезный эффект на физические навыки, то есть при подготовке спортсменов очень часто используются методики представления движения, которые анекдотичны, несколько, но есть еще и систематические обзоры, которые показывают, что в некоторых видах спорта технических очень полезно использовать представление движения наряду с физической тренировкой. Ну и вот на основе этих пяти пунктов я думаю, что убедил вас, что мысленный аналог движения это может быть хорошая идея для нейроинтерфейсов. И теперь давайте разберем собственно, что такое мысленное движение, что такое представление движения. На самом деле это очень непростой вопрос и очень давно и долго велись дискуссии на этот счет среди сначала философов, потом психологов и современности уже психофизиологов, нейрофизиологов. И вот к счастью на данный момент все эти мыслители договорились как объяснять что такое представление движения. И представление движения, еще так допустимо говорить воображение движений, это мысленное проигрывание хода движений и его сенсорных последствий. Важно, что это именно мысленная имитация ощущений, которые бы возникали, если бы движение выполнялось. Если это телесные ощущения, то есть ощущения от мышц, связок кожи, то говорят, что это кинестетическое представление, кинестетический моторный образ. Можно, конечно, еще представлять движения и воспринимать другими сенсорными модальностями, в частности зрительной, но мы о ней говорить не будем, поскольку зрительное представление и движение в частности в принципе достаточно неспецифичное, оно все-таки базируется на таком зрительном зрительном восприятии и большого отношения именно к сенсорно-моторной системе мозга не имеет. И важно понимать, что сенсорно-моторное представление движения это один из феноменов в большом спектре других проявлений такого сенсорно-моторного мышления, там еще есть идеомоторные акты, иллюзии и прочие проявления, о которых мы сегодня говорить не будем, но так частично затронем, чтобы понять, чем отличается именно представление движения. Да, важно, что все, о чем мы сегодня будем говорить, это касается именно о том, о чем я говорил, двух третях мозга, которые связаны с сенсорно-моторной обработкой. Это по словам сенсорно-моторной понимается, что там есть компонент, который связан с сенсорикой, то есть с восприятием движения и всяких его аспектов, и с моторикой, то есть с производством движения, с мышечной связью и контролем мышечной связи с мозгом. И если мы говорим о таком зонтичном термине, который я уже упомянул, мысленное движение, то важно рассмотреть его еще и в сравнении с непосмежными феноменами. В частности, мы все знаем, что такое произвольное движение, давайте рассмотрим несколько характеристик, которые полезно выделить для сравнения. Это наличие мышечных сокращений, намерение совершить движение и направленность мысленного усилия при этом акте. При мышечном движении все просто. У нас есть мышечные сокращения, то есть у нас реально движутся конечности, сокращаются мышцы. У нас есть намерение совершить движение, то есть мы знаем, что мы делаем движение, и наше мысленное усилие направлено на правильное выполнение этого движения, поддержание правильной формы его выполнения, то есть скорость, амплитуды, сокращение. Это немножко умно сказано. На самом деле, если движение целенаправленное, допустим, взять чашку, то мысленное усилие направлено на то, чтобы не выронить чашку, чтобы пальцы правильно сошлись, чтобы ожидаемые последствия нашего движения, оно совпало, то есть чашка была взята. Еще есть, значит, можно поставить перед собой задачу такую сделать мышечное движение без мышечного сокращения. Такая достаточно интересная задача. Это вот то, что называется квазидвижение, то есть оно полностью повторяет мышечное движение, но в том аспекте, что есть мышечное сокращение, а этот аспект отсутствует. Этот термин был предложен нашим соотечественникам Вадимом Никулиным. И квазидвижение это тоже такой интересный отдельный способ, как можно изучать производство и контроль движения, когда у нас по сути нет обратной связи от мышц, то есть человек уже заранее настраивается на то, что его движение не будет иметь никакой проприцепционной обратной связи. То есть мышечное сокращение их нет, или они есть, но их человек не чувствует, он не понимает, они есть или нет, но у человека при этом присутствует полностью намерение совершить движение. И его мышечное усилие направлено на совершение этого движения с минимальной амплитудой, в идеале без мышечного сокращения. Когда реально миограмма не чувствуя мышечного сокращения, это называется квазидвижение. И теперь переходим к представлению движения, когда мы переходим к представлению движения, у нас появляется также нет мышечных сокращений и теряется очень важное качество, а именно намерение совершить движение. То есть здесь принципиально меняется фокус мысленного усилия. Теперь человек не пытается сделать движение, он занимается совершенно другим делом, а именно он пытается представить, пообразить мысленно последствия сенсорного движения. То есть мысленные усилия направлены на максимальную яркость мысленного образа. И иногда вот в научпоп лекциях люди объясняют, что представление движения это как вот человек хотел сделать движение, захотел сделать движение и не получилось сделать движение, он не смог его сделать. Все вплоть до самого мышечного сокращения похоже. Вот на самом деле, если мы имеем ввиду представление движения, как его используют в интерфейсах и как его используют в терминологии, то это абсолютно неправильно и никакого намерения совершить движение в представлении движения в принципе нет. То есть это чисто такое сенсорное представление. То есть если в методике присутствует, допустим вы читаете в статье намерение совершить движение, то там просто неправильно нам называют представление движения. На самом деле это квазис движения, которое так получается, что имеет недетектируемый двигательный выход. И если еще дальше продолжать вот убирать вот эти все критерии, третий столбик тоже убрать, то есть убрать какое-либо мышечное усилие конкретное, то у нас мы приходим к таким нескольким феноменам, такие как имплицитное представление есть, есть наблюдение за движениями, это когда человек не хочет ничего двигать, ничем, у него нет мышечных сокращений и мышечные усилия у него направлены на какие-то вторичные задачи, например, там смотрит футбол или там анализирует какой-то танец, ну то есть он погружен в наблюдение за движениями и вообще говоря, он там ни на что конкретно не концентрируется в сансомоторном плане, то есть у него могут быть какие-то совершенно вторичные мысленные процессы, при этом у нас при всем, да, у нас все равно активируется сансомоторная система и паттерн активации, он очень похожий на то, что возникает при представлении или при мышечных движениях, то есть наша сансомоторная система, она работает независимо от наших мысленных усилий, да, и мышечные сокращения, они не всегда, ну, сопряжены, только мышечные сокращения сопряжены с активностью в моторной коре. И вот, в принципе, все эти феномены еще несколько других, ну, в данном случае эти четыре, они используются для фундаментальных исследований и в том числе и для каких-то практических реализаций, для нейротехнологий. Вот мышечные движения тоже, вот, кстати, используются, наверное, Алексей Сачи уже рассказывал, так называемый декодинг движений, это не совсем интерфейс мозг-компьютер, но вот, тем не менее, вот, можно параллельно с движениями подключаться к мозгу, да, и считывать, пытаться декодировать, как ежедневно, на самом деле, движения делают, ну, несмотря на его диаграмму. Ну, естественно, наблюдение с движениями тоже достаточно проблематично использовать для намеренного какого-то управления, потому что человек никакого мышечного усилия вообще не производит, он должен смотреть на что-то, то есть это уже получается, как внешняя стимуляция для него. Поэтому вот для именно интерфейса мозг-компьютера в таком стандартном понимании обычно используется представление движений, на то квазер движения, причем либо осознанно исследовательно используется, либо не совсем осознанно. И, ну, обычно это происходит, потому что в интерфейс мозг-компьютер ходят не только там ученые, которые всем этим занимаются, еще всякие инженеры, да, просто любители, которые не задумываются над методикой, поэтому иногда происходит путаница, вот, что реально человек делает, там маленькие движения, квазер движения для представления. Вот. И теперь давайте уже перейдем к тому, как практически реализуется МК на представлении движения, я вот буду иногда сокращать МКПТ. Давайте вкратце рассмотрим, как, значит, методика работы с МК таким организована, ну, будем называть это экспериментным, потому что мне ближе эксперимент, но там, может, это в процессе разработки как-то еще по-другому называться, там, или уже в практике. Сразу оговорюсь, что этот вот такой план работ, так скажем, в эксперименте, он наиболее полный и в таком некотором идеализированном представленном виде. Очень часто отдельные стадии сокращают или опускают, там, до нескольких секунд или нескольких минут, ну, там, в силу нехватки времени, или просто потому что человек, исследователь, там, или разработчик не знает, что их нужно, вот, там, выполнять достаточно долго. И, во-первых, первый такой факт, который мы с вами установили на предыдущих слайдах, что у нас представление движения – это отдельная и далеко не повседневная активность, которую, вообще-то, человеку нужно сначала обучить. И поэтому обучение техники представления движения, такой ментальный, оно занимает достаточно долго времени. То есть в этот период человеку, испытуемому, там, пользователю, нужно объяснить человеком, который в этом, там, уже разбирается, и в нескольких пользователях все это понял, да, он должен объяснить, что такое, как, что такое методика вообще представления, как она, как оценивать свои собственные попытки представить движение, да, то есть свои собственные двигательные образы, как оценить их яркость, воспроизводимость. На это может вообще уходить до нескольких дней, ну, в зависимости от скрупулезности методистов, исследователей. Вот в наших исследованиях обычно это занимает, как минимум, одна отдельная экспериментальная сессия, то есть прежде чем, там, надеть на человека какие-то сенсоры, да, эгэ, обычно у нас один день посвящен именно вот такому разговорному жанру, где человек пытается что-то представить, мы его опрашиваем, правильно ему, там, скажем, такие, так называемые, вербальные дескрипторы настраиваем, что человек вот умеет правильно объяснить то, что он представляет, и только после этого, собственно, мы надеваем уже, там, шапочку и начинаем что-то регистрировать, ну, чтобы человека, там, дополнительно еще и не задерживать, да, первая сессия, это порядка, там, полтора-три часа, может быть, да, занимает именно вот в объяснениях. После, ну, таких первичного экскурса, да, человек должен сам попробовать уже в шапочке все это представлять, и вот в ходе таких вот проб и ошибок, ну, в основном проб, мы пытаемся, значит, зарегистрировать, какие ментальные стратегии, какие мысленные стратегии и представления, они приносят наибольший отклик в нейросеологических показателях, ну, вот, будем говорить про эгэ в основном сегодня. То есть нужно подобрать такую мысленную стратегию, сконцентрироваться на каких ощущениях от движения, которые вызывают, во-первых, наиболее яркий образ, ну, потому что человек может его легко отслеживать, да, и воспроизводимо генерировать, и которые вызывают, если мы говорим про МК, которые вызывают наиболее сильный ответ именно в мозговых реакциях. После того, как мы выбрали, так скажем, стратегию или хотя бы там сконцентрировались на какой-то группе стратегий, проходит так называемая обучающая сессия, калибровочная сессия, на которой обучается классификатор, задача этой сессии – генерировать большое количество примеров для обучения классификатора. Обычно используются там, ну, все моторные состояния моторного представления, которые мы хотим использовать, и также используется какое-то контрольное состояние, не моторное. Например, там, рассматривание какой-то картинки или закрытые глаза, ну, закрытые глаза реже, потому что с закрытыми глазами обычно сложнее управлять интерфейсом, чем с открытым. Вот, поэтому вот тут главное набрать достаточное количество примеров в состояниях, которые мы хотим классифицировать, для именно уже статистического, для обучения статистического классификатора. Это обычно занимает, ну, 5 до 10 минут. Обычно для обычных ненейросетевых классификаторов достаточно несколько минут сигнала в каждом из состояний. То есть, если у нас там два состояния, в принципе, там 5 минут может быть достаточно. Далее проходит обычно сессия, запись с обратной связью, когда, собственно, результат классификации человеку демонстрируется на экране или там еще как-то, и человек пытается уже генерировать представление движения параллельно с обратной связью. Обычно вот в этом моменте происходит, что-то меняется у человека, потому что до этого он там концентрировался на образе, на этом он закрывал глаза, и теперь у него появляется обратная связь перед глазами. Обычно это, ну, вообще говоря, мешает представлять, и воображение, оно тоже занимает достаточно большое количество внимания. Если у нас появляется какой-то там, что он говорит, дистрактор, то есть обратная связь, то человек начинает немножко по-другому представлять, накладываются там, так скажем, ответы как минимум от зрительной среды, ну, и плюс у него внимание рассеивается, там сигнал немножко ослабевает, поэтому вот обычно такие вот тесты с обратной связью, они проводятся тоже достаточно долго, повторно, с заранее известными ответами, чтобы набрать материал для классификатора уже с учетом того, что есть обратная связь. То есть это обычно используется для дообучения классификатора или его заново обучения, чтобы уже человек мог работать параллельно с обратной связью. Этот процесс дообучения, он потом происходит циклически, постоянно, допустим, человек ушел, потом опять пришел, директору немножко по-другому поставили, у него немножко другое там настроение, поэтому дообучение классификатора, оно необходимо, ну, по крайней мере, в обычных классификаторах, оно необходимо постоянно проводить. Вот, по моему такому вот опыту работы с такими МК обычно нужно не менее трех экспериментальных дней, чтобы получать какие-то достоверные валидные результаты. Под достоверными результатами я понимаю, что все понимают, и исследователи, и испытуемые понимают, что они делают, это не какой-то там процесс обучения персонала или обучения пользователей, или это именно уже выход на такие более-менее стабильные показатели. То есть, вот три дня нужно, как минимум, три сессии. Первая, это у нас чисто разговариваешь с человеком, потом две сессии и попытки управлять. После этого уже можно получать какие-то результаты. Вот, и давайте теперь вкратце рассмотрим вообще, как организованный блочный эксперимент с представлением движения, как организованы отдельные попытки, ну, в частности, в калибровочных записи, да, потому что в интерфейсе там могут быть другие схемы реализованы. А вот именно в калибровочных записях обычно используют попытки, используют такую блоковую схему, где чередуются попытки представить движение и какие-то контрольные состояния, там, фиксационный крест или расслабление, там, принудительное человека. Обычно, то есть, люди при виде какой-то визуальной картинки, допустим, там, слова или пиктограммы с рукой, или стрелочки, вот, когда здесь вот у нас есть пиктограммы, слова, стрелочки, или появление какого-то просто цвета на экране, они выполняют по этой команде заранее оговоренное представление движения на протяжении, ну, последующих, допустим, там, трех-семи секунд. Иногда используют одиночные движения, иногда используют там заранее выученную какую-то серию движений, или просто хаотичные движения, вот, в пределах этих, отведенного для этого времени. Вот, ну, естественно, если у нас три секунды, это там одно-два движения, если у нас семь секунд, то это там, может быть, там, десятки движений, если, если, если мелкие движения пальцами. Вот, но это зависит уже от, там, поговорим от того, какой классификатор мы делаем, там, на одиночных событиях или на длительном контроле. Так, ну, вот, да, можете посмотреть вот на эти примерные схемы, они, в принципе, во всех статьях, так, ученые друг у друга копируют, это вот для обучения классификатора обычно используются такие вот блочные дизайны. В качестве движений обычно используются движения рук и кистей. Ну, понятно, думаю, не нужно объяснять, почему, потому что там приматы, более подвижная часть верхней конечности, да, руки, поэтому их чаще используют. Иногда используют также, ну, разные отделы рук можно использовать, можно использовать пальцы, там, сжатие в кулак, допустим, можно использовать более такие маховые движения плечом. Иногда используют еще в качестве дополнительных состояний обычно движения ногами, там, ступнями или полностью всем бедром. Также используют движения языком иногда. и обычно, если никаких таких минорных движений нет, обычно используют отдельное состояние покоя, состояние расслабления, как отдельную команду. Также мысленные движения, они могут быть направленные, целенаправленные и абстрактные. Обычно для таких вот на здоровых людях используют абстрактные движения. А для пациентов, ну, или если хочется как-то более понятно объяснить испытуемому, еще используют целенаправленные движения, которые иногда считаются, что более интересно и легче представлять именно целенаправленные движения, допустим, там, педалирование на велосипеде, там, бросание мяча или какие-то бытовые движения, что характерно для пациентов. Вот некоторые исследователи в личной беседе говорили, что они используют движение удара по лицу, то есть испытуемому, попросят бить кого-то по лицу. Ну, мы, конечно, такое осуждаем. Это не очень элитично, потому что, если это перекладывать на управление в ряльничке. Вот. Обычно используют два класса всего, то есть, да, какое-то, допустим, два движения или движение и расслабление, тут 76% случаев. И, ну, здесь вот, если видно, статистика есть небольшая, вот по публикациям, все-таки в 50% случаев это руки, даже не 50, да, в 60. Они, извиняюсь, да, в 70 даже процентов, то есть, да, все правильно. То есть, здесь отдельно разделены на левые и правые руки вместе с ногой, или просто левые и правые. Вот. Ну, вот, в принципе, можете посмотреть на статистику. И теперь давайте вкратце разберем то, что уже, в принципе, разбиралось на предыдущих лекциях, но я еще раз повторю. Значит, это просто про признаки представления движения, как они у нас в энцефалограмме обычно представлены. Обычно именно используется энцефалограмма, поскольку это самый доступный такой способ и самый дешевый способ регистрации мозгового сигнала. И в основном в этом мозговом сигнале используют так называемую реакцию синхронизации, десинхронизации ритмов. Обычно используется сенсомоторный ритм, который у нас локализован на скальпе в центральных отведениях. Ну, по центральным отведениям обычно понимают электроды, расположенные вдоль центральной борозды, так, условно, по линии, соединяющей уши по скальпу. Если провести там электроды, как раз, расположенные над центральной бороздой, там обычно находятся вот эти источники, наиболее мощные проявления сенсомоторного ритма, который может увеличивать свою амплитуду или уменьшать свою амплитуду. То есть у него есть амплитудная модуляция со временем, и амплитуда модуляции зависит от, собственно, активации сенсомоторной системы. Если мы начинаем что-то представлять или двигать, то происходит снижение амплитуды, нейроны начинают работать в асинхронном режиме, то есть независимо асинхронно друг от друга, и поэтому наблюдаемая амплитуда колебания снижается. И вот обычно, если мы говорим про сенсомоторный ритм, говорят о альфа и бета-компоненте, то есть о компоненте в районе 10 Гц и о компоненте в районе 20 Гц. Обычно под меоритмом подразумевают такой комбинированный ритм, который состоит из всех частот в диапазоне от 8 примерно до 25 Гц. И извлекаем мы эту амплитуду при помощи разных способов. Можно делать полное разложение вейвлет или фурье. Еще можно фильтровать сигнал полосно в альфа-полосе с 8 до 13 Гц и строить огибающие. По нему огибающие будет говорить о том, насколько высокая амплитуда. Источники обычно расположены латерализованно относительно медиальной линии. То есть они для правой части тела в левой части левом полушарии, для левой части тела в правом полушарии. Еще есть премоторная кора, которая менее латерализована. Она может быть более медиально расположена без латерализации. Источники об этом, в принципе, уже нюансы. Вот здесь вкратце показаны спектрограммы. Это из одного из наших экспериментов осцилляторная динамика при выполнении одиночного представления движения. Там было сложное движение, поэтому оно не полсекунды, оно полторы секунды занимало. Значит, это у нас спектрограмма. По оси Х у нас время, по оси Y это частоты. И цветом закодировано изменение амплитуды отдельных частотных компонентов. Все это отнормировано на предстимульный участок. То есть это перед стимулом было взято достаточно далеко 0. И вот это уже в децибелах показана синхронизация и десинхронизация. То есть десинхронизация у нас синим показана. То есть это уменьшение амплитуды относительно бейзлайна, контроля какого-то до этого предчастующего. А синхронизация – это увеличение амплитуды. Мы вот видим, что у нас есть обычно два пика в частотной области, десинхронизации в альфа-диапазоне и в бета-диапазоне. И еще есть обычно, это более характерно для именно двигательной активности, но для представления движения и квазидвижения тоже встречается. Есть еще обычно синхронизация после окончания выполнения движения. Нейрофизиологически это связано с тормозными влияниями на моторную кору, то есть чтобы предотвратить дальнейшие движения, обычно наблюдается такое активное торможение в виде бета-синхронизации, которая проявляется в примерно тех же отведениях центральной линии, что и десинхронизации. Обычно синхронизация, она немножко, тоже в бета-диапазоне, но немножко более низком, чем десинхронизация, где-то 15 Гц. И для выделения десинхронизации, которая обычно достаточно слабая, имея какие-то индивидуальные особенности распределения по скальпу, обычно используют пространственную фильтрацию. Это такой достаточно действенный способ повышения отношения сигнала к шуму. Самый такой простой и очень хорошо работающий способ, аналитический, это выделение проекции сигнала в ковариационных матрицах, которые характеризуют одно и другое состояние, которое мы хотим разделить. Уже была лекция и семинар, как эти ковариационные матрицы, как их разлагают. Я просто сейчас вкратце повторю. Я все-таки рекомендую вам послушать полностью отдельные лекции. Процедура, которая применяется к ковариационной матрице, то есть мы находим ковариационную матрицу в состоянии активном, то есть в состоянии пристального движения, и ковариационную матрицу в пассивном состоянии, в котором нет вискомой реакции, допустим, десинхронизации. Это может быть пристальное движение ног или расслабление какое-то активное. Находим ковариационную матрицу сигнала и дальше решаем такую, можно назвать ее как оптимизационную задачу, которая ищет такие сеты векторов W. В данном случае здесь вектор столбцы, это будет W транспонированная матрица W, которая содержит в себе набор векторов, для которых ковариационные матрицы, вот эти наши и ковариационная матрица в активном, в пассивном состоянии, они выполняют роль скаляров, то есть это определение собственного разложения. Вот эта процедура математическая называется обобщенное собственное разложение, это Generalized Identity Composition. А вот весь метод применительно к именно нахождению пространственных фильтров, то есть использование этой математической операции называется Common Special Patterns. Так, ну значит, вот мы находим эти матрицы W, то есть наборы векторов, для которых ковариационная матрица играет роль скаляров, а их отношение константно. То есть в данном случае вот этот вот один столбец в матрице W, это направление в данных, для которых дисперсия в пассивном состоянии и в активном состоянии относительно стабильные принимают отношения, то есть энергия сигналов в данном источнике, она примерно стационарна, то есть она имеет стабильное численное отношение. И в случае, если у нас, мы берем, допустим, последний, мы можем эти собственные векторы отсортировать в порядке бывания, в порядке возрастания, если в порядке, ну как вот напишем, Rmax, то есть тут последний вектор будет как раз, одни из последних векторов будут означать, что у нас энергия сигнала в пассивном состоянии больше, ну или там относительно больше, чем энергия сигнала в активном состоянии, что в принципе как раз соответствует десинхронизации ритмического компонента, особенно если мы берем уже полосно-отфильтрованный сигнал, то у нас получается, что если колебания высокие, то у нас энергетика сигнала высокая, это как раз состояние синхронизованного, синхронизации, это у нас пассивное состояние, и состояние десинхронизации, это у нас состояние с низкой энергетикой, то есть в этой полосе, то есть с низким придурой сигнала. И дальше мы вычисляем вот эти вот фильтры, которые наиболее хорошо у нас растягивают дисперсию, то есть принимают экстремальные значения отношения C-active к C-passive. Дальше мы применяем эту матрицу к исходному сигналу и строим уже по ней классификатор. Вот у нас тут видно, что в источнике 1 у нас в состоянии правой руки низкая дисперсия, в состоянии другом высокая дисперсия. А в другом компоненте обратно наблюдается ситуация. В принципе, достаточно использовать только один компонент. То есть мы возьмем с обоих концов вот этой вот большой матрицы векторы, то можно использовать несколько пространственных источников, пространственных фильтров, которые можно использовать для классификации, для которых наблюдается большая разница в дисперсиях. Дальше мы обучаем классификатор и, собственно, классифицируем именно по величине дисперсии или по плотности мощности, если мы используем спектральное разложение, а не дисперсию как таковой. То есть это вот как происходит подготовка фич. Еще для нас важно для сегодня понимание о том, что есть фильтры, вот эта собственно исходная матрица есть, если мы эту матрицу inverse, ее возьмем, то есть обратную матрицу, мы получим паттерны, то есть паттерны активации, которые соответствуют этому источнику, который мы нашли. То есть у нас есть фильтр, который этот источник, сигнал этого источника выделяет в наиболее чистой форме за счет вычитания соседних, допустим, участков мозга есть. То, как он проецируется на скальп, то есть его forward модель, прямая модель, с какими амплитудами он добирается на скальп этот источник. Обычно эти паттерны используют для отбора физиологически корректных распределений активации. То есть если у нас какая-то активация получается по всей поверхности, по всем электродам раскиданная, то это, скорее всего, не является источником санцемоторного ритма. Обычно источники санцемоторного ритма, они дипольные, они локализованные, они имеют центральную локализацию, то есть, как я говорил, где-то по центральной линии расположены их максимум. Хорошо. Да, этот алгоритм, он хорошо работает как и на малом количестве сенсоров, так и на большом количестве сенсоров. Вот эта вот картинка, как мы делаем обычно на практике со студентами, там всего 8 электродов используются, причем 4 из них, они вообще на затылке стоят. Тем не менее, отношение сигнала к шуму, то есть, в данном случае, это периодограммы, то у нас отношение сигнала к шуму будет расстояние между синей и красной кривой в области 10 Гц. То есть мы видим, что даже если мы используем 8 электродов, можно выделить два источника, от которого максимум, ну, в случае синего показан максимум, максимум в левой части, в левом полушарии и в правом полушарии, они получают сигнал шума отношения больше, чем если мы используем, как бы, лучший электрод. То есть, если мы используем C3 или вот этот вот фильтр, каждый лучше использует этот фильтр. То есть, даже на малом количестве электродов, допустим, там 3-4, ну, я бы меньше 5 не использовал, но, тем не менее, вот на малом количестве электродов тоже можно хорошо повысить сигнал шум. И этот алгоритм также универсален и работает на разных монтажах электродов и на разном количестве сенсоров. И даже если мы используем разные модальности регистрации мозга, в данном случае из нашего эксперимента с коррегистрацией электроэнцефалограммы и магнитоэнцефалограммы, здесь использовалось 64 сенсора ЭГ по стандартной схеме и 306 сенсоров магнитных, там есть 2 магнитометра и 204 градиометра. Тоже вот видите, такая вот стандартная презентация именно частотной динамики. Есть в бета-ритме десинхронизация, в альфа-ритме десинхронизация и потом в бета-ритме синхронизация после окончания движения. В магнитоэнцефалограмме обычно бета-ритмы видны немножко лучше, потому что, как считается, они имеют более кортикальную природу, поэтому вот эти чувствительные градиометры, которые измеряют градиент магнитного поля на очень малых расстояниях тангенциальной поверхности, они могут чувствовать очень хорошо эти маленькие источники бета-ритмов. И вот здесь как раз слева поведена такая матрица из трех источников, для которых есть проекции в электроэнцефалограмму, в магнитометре и в градиометре, это ортокональные градиометры. Видно, что это три источника, которые на одном и том же состоянии у человека выделяются. Состояние было представление движения пальцами правой руки. И вот здесь видно, что для одного и того же источника в электроэнцефалограмме может присутствовать несколько разных источников в магнитной энцефалограмме, а также еще можно найти источники, которые есть только в магнитном сенсиматорном риме, но отсутствуют в электрическом поле. Это как раз свидетельство того, что у нас есть источники бета-ритма более кортикальные, и там их больше, чем источников альфа-ритма, которые более металломического происхождения. Ну, естественно, мы можем настроить наш классификатор, точнее даже наш пространственный фильтр на хорошее определение либо только бета-десинхронизации, либо альфа-десинхронизации, либо бета-синхронизации. Обычно используют либо альфа-бета-десинхронизацию, либо только альфа-десинхронизацию, потому что в EG, опять же повторюсь, альфа лучше видна, чем бета. Вот видно, что некоторые вариации в этих фильтрах, она присутствует. В частности, в этой синхронизации обычно источник более медиальный и менее латернизованный. То есть мы можем использовать, так сказать, вслепую. Берем просто сигнал от всех электродов и от всех магнитометров, от всех радиометров, скидываем их всех в кучу, эти сигналы. Ну, там немножко их нужно, конечно, нормировать, чтобы они были представлены в одинаковой шкале. Ну и, в принципе, мы можем взбыхнуть это вот в этот алгоритм CSP, сделать ковариационные матрицы на таком вот мультимодальном сигнале и выделить в нем источники, которые будут иметь проекции на ERG и на MAG. Естественно, разные движения, они имеют немножко разные вариации, особенно в бета-источниках, то есть там разные движения пальцев. Можно тоже пытаться декодировать и, соответственно, представляемые движения тоже с помощью отдельных фильтров. Вот, в частности, если мы делаем движения пальцами, то у нас получается латерализация, десинхронизация, она меньше. То есть если мы двигаем правой рукой, то у нас есть и в левой руке, и в правой руке десинхронизация. Если мы двигаем более максимальными отделами руки, то есть там плечом какие-то грибковые движения делаем, то у нас латерализация гораздо выше. То есть если мы хотим получить такой более генерализованный паттерн активации, то есть более сильный, более хорошо распознаваемый один, то лучше использовать движения пальцами. А если мы хотим разделять левую и правую руку как отдельные команды, то лучше, конечно, использовать максимальные отделы руки, движения такие более маховые, потому что для них латерализация более выражена. То, какие мы используем движения, тоже важно для свойств команд, которые мы хотим потом разделять. И теперь, собственно, немножко пару слов про то, как происходит распознавание воображаемых движений в режиме онлайн, это в классификаторе, можно распознавать это непрерывно, можно распознавать дискретно, но обычно в интерфейсах на представлении движения распознавания ведется непрерывно, то есть каждую десятую секунду, допустим, оцениваются признаки ЭЭГ, и посчитывается какая-то функция, которая показывает, допустим, вероятность отношения сигналу к представлению движения, той или иной конечности или состоянию покоя. Но вот как дальше использовать этот сигнал, может быть, можно несколько разных способов применять. Например, можно потом его дискретизировать, то есть синхронизировать интерфейсом, то есть интерфейс заранее будет сообщать человеку, что он сейчас готов какую-то команду принять в себя для управления чем-либо. Допустим, сейчас можно ввести одну команду на движение вперед или вправо. Человек начинает представлять, допустим, движение ног, и это будет у него при корректном распознавании команда вперед. Команда вперед, она такая вот цифровая получается, одиночная, на протяжении 3-5 секунд распознается, и потом вводится в интерфейс, и осуществляется управление на один шаг вперед, допустим. Также можно попытаться использовать в более продвинутом режиме, когда у нас непрерывное идет управление, когда мы растягиваем пороги, срабатывание классификатора достаточно далеко друг от друга, так что у нас только если человек очень хорошо представляет левую руку, у него будет движение налево, а направо будет только если он очень хочет хорошо представлять движение направо. А если он представляет плохо или непонятно что, то у него получается такой промежуточный вариант, когда классификатор молчит. То есть у нас получается есть дискретные пороги, которые обеспечивают нам вообще период, возможность классификатору ничего не давать, такого выхода. И у нас есть по времени можно ограничивать время, когда движется человек направо, когда движется человек налево. Ну не человек, а какое-то устройство, которым человек управляет. И еще третий вариант, когда у нас пропорциональное управление, когда мы можем в соответствии с величиной этого сигнала двигаться либо очень быстро направо, очень быстро налево, либо с средней скоростью двигаться прямо или чуть-чуть налево, чуть-чуть направо. Это такой самый сложный способ управления, когда у нас в соответствии с кривой классификатора, который выдает классификатор, у нас происходит непрерывный контроль над девайсом или программой. Естественно, все эти способы, которые я описал, их можно так комбинировать для научных целей, для какой-то конкретной задачи. Обычно таким бенчмарком, который мы используем для оценки качества работы с непрерывной обратной связью, это такой сеттинг, когда человеку показывают картинку, что он сейчас должен представлять. То есть мы знаем ground truth для классификатора, то есть мы знаем, что человек должен представлять, он начинает представлять правую руку, у него начинает набираться такая вот полосочка, причем она набирается тем быстрее, чем лучше человек представляет. То есть у человека, в том случае такой получается, интерфейс немножко бесполезный, но я еще раз повторю, это бенчмарк. То есть у нас получается, что человек видит обратную связь непрерывно и пропорционально тому, что он делает, но попытки представить, они синхронны с интерфейсом. То есть человеку разрешено представлять, ну не разрешено, то есть его будут постоянно считываться определенные периоды. Это как раз позволяет определить, насколько быстро человек может переключаться между состояниями, насколько хорошо он может добиваться максимальной интенсивности управляющего сигнала и так далее. Ну вот мы можем переключать там, допустим, между движением правой рукой пальцами, правой рукой плечом и каким-то контрольным состоянием с рассматриванием картинки. То есть здесь задача человека просто заполнить эту полосочку, он управляет, по сути, вот скоростью заполнения этой полоски. И давайте вот как раз мы затронули нашу обратную связь еще, немножко поговорим о том, какая обратная связь бывает, ну и главное, какая роль ее в управлении. Обратная связь у нас бывает, которая подается непосредственно в ходе выполнения представления, то есть пока человек представляет, уже начинает что-то двигаться на экране. И есть когда дискретная обратная связь, когда человек подвигал чем-то или представлял что-то, и на протяжении трех секунд по результату показывается, что результат этого всего представления, хорошо он поделал, плохо, насколько хорошо, если выводится после попытки. Вот с точки зрения именно оперантного такого обусловливания качества представления обратной связью, конечно, нужно использовать непрерывную обратную связь с наименьшей задержкой. То есть если у нас есть теория о том, что человек может модулировать свой сенсомоторный ритм под действием обратной связи, то, конечно, нужна непрерывная обратная связь, которая подается в процессе. Но, как мы уже показывали, что такая непрерывная обратная связь существенно ухудшает качество представления, и не только качество оно ухудшает, оно ухудшает еще и сами EG-фичи, EG-сигнал, который сопряжен с этим представлением. То есть непрерывная обратная связь ухудшает, она конкурирует за внимание человека, и получается, что человек часто не может параллельно следить за обратной связью, и еще и хорошие образы генерировать, то есть представить хорошо. Поэтому вот если идет другая немножко теория о том, что человек может настроить себе хорошую стратегию представления, и на основе такого вот уже осознанного контроля за качественное представление управлять интерфейсом, тогда лучше подавать, конечно, дискретную обратную связь, когда человек попробовал какой-то способ представить, получил результат, допустим, на троечку, потом попробовал другой способ, получил на четверочку, и дальше уже придерживается второго способа. То есть он уже заранее выучил какие-то, так скажем, команды, как ему представлять, он уже понял, и он дальше просто вводит в интерфейс эти команды последовательно, оценивая обратную связь периодически, то есть в конце каждой попытки. То есть это тот случай, когда она помогает в осознанном выбору стратегии. И, ну, естественно, когда у нас непрерывный синхронный режим работы, когда нужна обратная связь непрерывная, и поскольку она мешает, это у нас получается и для человека, и для алгоритма достаточно сложный способ распознавания. Ну и вот, да, еще с неименьше здесь, когда мы будем в этой связи, это еще называется иногда нейрофидбэк, босс-тренинг, это вот Алексей Сач тоже рассказывал, это немножко отдельная от интерфейса мозг-компьютера парадигма, который именно позволяет человеку модулировать свои именно сомоторные ритмы, не состояния, которые связаны с десинхронизацией этих римнов, а сами ритмы, модулировать при помощи нейрофидбэка. Ну, опять же, это там тоже отдельная дискуссия, насколько это полезно, и насколько это ограничивает возможности управления с помощью таких вот модуляций без фидбэка. Хорошо, теперь давайте еще поговорим о том, вообще, как эти интерфейсы на основе представления движения используются, и для чего они, какими прикладными свойствами они обладают, и где они применяются. Ну, вот здесь вот представлена такая диаграммка, иерархическая, с разделением на медицинские и немедицинские приложения. И, то есть, понятно, что вот это вот скорее для людей с ограниченной какой-то, с ограниченными возможностями, которые либо направлены на восстановление этих возможностей, либо направлены на замещение этих возможностей. Ну, еще вот есть реабилитационный интерфейс, о котором мы тоже в конце поговорим, когда интерфейс направлен на попытку естественного лечения, дисфункции, которая у человека имеется. И, естественно, немедицинское, оно рассчитано на здоровых людей, которые хотят, не знаю, поиграться, или хотят как-то попробовать новые способы управлять какими-то девайсами. Или вообще там получается, что они могут управлять девайсами только таким способом, когда у них руки там заняты, допустим. То есть, здесь у нас получается немножко более сложные интерфейсы, потому что на здоровых людях можно попробовать большее количество времени с ними потратить и большее и более сложные интерфейсы придумать. Здесь, конечно, ограничены немножко возможностями самого человека. И помимо медицинского и медицинского разделения, еще можно разделить, так вот, тоже проще всего разделить на два применения, когда у нас именно EMK используется в режиме управления, где очень важен P-Trade. Это практически все вот здесь вот способы, все применения, которые связаны с управлением. То есть, когда нам важно наибольшее количество команд и наиболее быстрое и качественное распознавание этих команд. Это вот первый способ использования. И второй способ – это тренировочные интерфейсы, когда интерфейс направлен на то, чтобы человек правильно представлял движение. То есть, у него вот эта обратная связь, которая получается из мозга, она является таким маркером того, правильно он представляет или неправильно. Это вот как раз реабилитационные интерфейсы, которые используются для восстановления собственных функций человека. Об этом мы еще раз говорю, в конце поговорим. Вот здесь вот на картинке представлено реализация самого сложного управления, которое добивались исследователи. Это трехосевое управление с помощью представления левой, правой руки и ног. Здесь получается в 3D, в 2D курсором 3D-навигация. Тут все-таки ограниченная выборка людей. Здесь люди проходили большое количество сессий, 50-50 сессий, у какого-то человека было. И, собственно, это вот state of the art, который можно достигнуть с помощью управления, с помощью неинвазивного интерфейса и управления непрерывного. Мы видим здесь по диаграмме, что управление джойстиком, оно все равно выигрывает, ну, гораздо в несколько раз по сравнению с управлением мозгом. Но, тем не менее, вот достаточно впечатляющих результатов можно достигнуть у здоровых испытуемых на непрерывном управлении с помощью представления движения с тремя командами одновременно. И, поскольку мы говорим уже, что это достаточно требует длительного обучения, и присутствует большое количество людей, которые вообще не могут управлять, вообще-то стоит обратить внимание на то, какой процент людей может управлять и с какой точностью этими интерфейсами. Я уже говорил о таком термине, как BCI-элитерис, BCI-безграмотность, и МК-безграмотность, правильно говорить. То есть, вот обратите внимание, что вот это такая приведена обзорная статья, в которой приводилась сумма по большому количеству исследований. Это вот отдельное исследование на А и вот это обзорная статья на Б. И там было показано, что в 97% случаев исследователи используют синхронный режим работы, то есть классифицируют в заданные временные окна какие-то состояния, которые длятся вообще-то сами по себе 3-7 секунд с достаточным отдыхом между попытками. То есть, получается, что одна команда в 10 секунд вводится в интерфейс, это достаточно низкий битрейт. И даже при таком вот режиме работы, когда одна команда в 10, всего, возможно, два варианта, и одна команда в 10 секунд, у нас получается, что больше плейной людей не достигают даже 70% точности классификации, точности управления. Вообще говоря, для, как бы у нас всего две команды, для уверенного управления обычно говорят, что нужно порядка 80-85%. То есть, вообще, получается, порядка 10% людей, которые способны хорошо управлять. Ну вот, вы обратите внимание на это распределение. У нас есть люди, условно говоря, безграмотные, которые ниже 60%, так обычно считают, проводят линию, что вот, если 60% для двух состояний распознается, не распознается, то это безграмотные люди. Это вот люди с плохим, таким, скажем, распознаванием, которые могут в результате тренировки улучшить свой результат. И обычно есть, в любой выборке есть такие вот уникальные люди, супериспытуемые, у которых почти на 100% сразу все работает, чуть ли не с первой там сессии. Да, вот у них просто хорошо выделен, выражен сенсомоторный ритм, да, это такие чисто комбинации нейрофизиологических особенностей человека, но еще, может, каких-то предисположенностей к тому, как он может модулировать этот ритм самостоятельно. Вот здесь вот три человека явно, вот, видите, с отрывом идут, они под 100% фактически дают точность. То есть два человека. Вот, вот обычно, ну необычно, очень часто бывает, что люди, исследователи, они сначала делают скрининг, да, и берут только вот таких вот хороших экспатуемых, ну и создается впечатление, что очень хороший интерфейс, все хорошо работает, а вот истинное распределение, вы видите вот на этом вот, на этом слайде, да, что здесь вот получается с высокой точностью, вот такой оранжевый-желтый столбик, а остальные все вот находятся в низкой точности. Ну, разными алгоритмами можно немножко подтянуть это все, но, тем не менее, достаточно низкая точность получается. И для того, чтобы эту низкую точность как-то улучшить, обычно применяется ряд мер, ну, самые простые меры, я уже сказал, просто нужно делать скрининг первоначальный, смотреть какие-то по критериям отбора, набирать испытуемых, тогда у нас в выборку не попадают 50 безграмотные люди, просто они не участвуют в исследовании, ну, или для них эта технология не подходит, так это назовем. То есть они просто не участвуют в статистике, и поэтому у нас технически эффективность МК повышается. Второй способ – это вот такие психологические моменты – это подбор индивидуальной стратегии, да, то есть когда человек, если повозиться с человеком, обычно можно подобрать там такие движения, такие представления, которые дают не лучший результат. Вот подбор ментальной стратегии, он, правило, позволяет улучшить результативность, еще позволяет улучшить результативность упражнения на расслабление, да, то есть очень часто люди там вырабатываются в интерфейс, поставят что-то, представляют, и у них просто возбудимость общая повышается, и они не могут расслабиться, из-за этого сенсоматурные ритмы всегда десинхронизованы на протяжении всего эксперимента, поэтому у них ничего не распознается. А если они вот научатся там расслаблять руки, расслабляться намеренно и по команде, да, то у них получается гораздо лучшая классификация в итоге выходит, потому что у нас как бы контрольное состояние, оно отдаляется от тестового состояния, от представления. Ну, потом еще есть всякие механизмы, уже не психологические, а доработки классификатора. За счет доработки классификатора тоже можно добиться улучшения точности. Обычно все-таки, насколько я понимаю, до сих пор используется распространенный подход, когда мы делаем классификатор под конкретного испытуемого. Ну, вот в случае, если мы делаем классификатор такой общий для, в принципе, для большой выборки людей, на большой выборке его тренируем, характерно для, допустим, нейросетевых классификаторов, для которых нужно большое количество примеров, которые обладают большой обобщающей способностью. Если мы там используем такой общий классификатор, обычно для него полезно вводить какие-то дообучающие процедуры уже при работе с конкретным испытуемым, то есть либо подготавливается индивидуальный классификатор изначально, либо он дорабатывается в процессе обучения человеку представления. То есть это так называемая коадаптация классификатора пользователя, когда у нас по мере того, как учится человек, учится еще и классификатор тоже. Ну, естественно, вы понимаете, что такая система автоматизации практически не поддается. Это чисто лабораторные такие все пока способы. То есть нельзя нигде просто скачать что-то и попробовать так, чтобы она коадаптировалась, как это все ручная работа. Потом способом поднять битрейт может быть интеграция в интерфейс механизма коррекции ошибок. Всякие могут быть умные механизмы, могут быть не очень умные. Механизмы, там, ну, пример неумного механизма может быть такой, что там человек представил что-то, когда получил не тот результат, на который он рассчитывал. Допустим, классификатор не распознал попытку его представить. Он там моргнул два раза очень быстро, у него этот, как бы, стерлась эта команда. То есть такой виртуальный backspace с помощью, не интерфейса, а с помощью такого вот, ну, маркания или каких-то там дополнительных вводов, которые доступны для человека. Вот, то есть когда у нас интерфейс не ограничен тем, что там можно использовать только представление, да, получается чуть-чуть более эффективно, потому что мы можем читерить, так скажем. И еще таким тоже радикальным выходом из неэффективности МК может служить вообще не использовать обратную связь. То есть, по сути, МК у нас, получается, лишен выхода. Это как раз вот такие тренировочные МК, которые рассчитаны на увеличение качества представления движения и вот, собственно, саму тренировку с представлением движения. Там, в принципе, эта проблема не стоит, потому что точность, она никак не влияет на то, что человек представляет реально. И давайте еще в конце, еще вот у нас последняя часть лекции, да, еще поговорим про другие дополнительные нейрофизиологические корреляты представления движения, которые тоже очень важны, поскольку представление движения, оно используется не только для управления в ЭЭГ-интерфейсах, оно еще и важными клиническими, в клинических нейротехнологиях может применяться. И вот для этих технологий очень важно понятие возбудимости. Вкратце я объясню, как эту возбудимость, в принципе, можно измерить. Есть такой метод транскраниальной магнитной стимуляции, при котором у нас с помощью такой вот магнитной катушки, с помощью переменного магнитного поля у нас индуцируются токи на прессинаптических структурах нейротов. И если мы расположим эту катушку над моторной корой, над первичной моторной корой, у нас, получается, активируются прессинаптические первичные моторные нейроны коры. И это приводит непосредственно уже к иннервации мышц и возникновению в них, ну, такого кратковременного сокращения, дергания и возникновения в них потенциала, моторного потенциала, то есть там нервные мышечные синапсы тоже активируются, и это можно измерить отдельными электродами. Собственно, здесь показано, что здесь мы наносим импульс сатанной мощности, какой-то там, допустим, в процентах, допустим, 50%, и получаем вот такую вот величину вот такого ответа. Теперь, если у нас нейроны, которые мы стимулируем, они были предварительно возбуждены, предвозбуждены каким-то образом, допустим, там, изометрическим сокращением, то есть человек немножко предсократил руку, у него уже возбудимость нейронов повысилась, если теперь мы нанесем импульс такой же амплитуды, то у нас получится вот этот моторный вызованный потенциал, он получается в несколько раз больше, потому что у нас уже изначально предвозбуждены нейроны, плюс мы еще добавляем отсюда индукционным током, да, в них, и у нас получается количество нейронов, которые активируются больше, то есть мышцы сокращаются сильнее, ну, и это электрографически представлено в том, что моторный вызованный потенциал у нас больше. Вот таким образом можно, собственно, стимулировать какую-то проекционную зону какой-то отдельной мышцы, можно вот с помощью навигационной транскральной стимуляции найти эти точки, вот здесь показано, что, допустим, вот в этой точке у нас достигается наибольшая амплитуда сокращения какой-то там отдельной мышцы, допустим, какого-то сгибателя пальца, допустим. То есть мы таким образом находим проекционную зону отдельной мышцы, и если мы будем параллельно со стимуляцией, ну, точнее даже так, представлять движение, и параллельно с представлением движения начинать стимулировать эту область мышцы, которая вовлечена в представляемое движение, у нас получится, что моторная кора, она оказывается предвозбуждена, то есть возбудимость повышена. Таким вот эта вот характеристика называется кортико-спинальная возбудимость, ну, спинальная, потому что все это проходит через спинной мозг, там нельзя исключить каких-то промежуточных воздействий вставочных нейронов в спинном мозге, но, в принципе, хорошо доказано уже, что этот метод, он хорошо измеряет именно кортикальную возбудимость, да, то есть там спинной мозг достаточно малый вклад вносит, вот, и представление движения, как и наблюдение за движением, как и само выполнение движения и квазидвижения, они все оказывают положительное влияние на такую возбудимость, то есть у нас получается, что базовая возбудимость нейронов повышается, а это нам очень важно в случае, когда у нас человек с поражением мозга, да, у них обычная проблема в том, что возбудимость понижена, но сейчас мы об этом более подробно потом скажем. Вот пример из нашего эксперимента, я еще покажу, что у нас вот здесь вот есть разгибатель пальцев, экстензор и флексор, то есть сгибатель пальцев, вот в покое у них вот такие вот при заданной стимуляции вот такие вот получаются моторные вызовные ответы, когда человек просто спокойно сидит, и когда он начинает представить движение, то у него эти ответы увеличиваются, да, тот артефакт, это, собственно, стимуляция. И мы видим, что когда человек представляет сгибание пальцев, у него сгибатель гораздо больше, в нем получается прирост возбудимости, чем в разгибателе, и когда он представляет разгибание пальцев, ну то, что там получается, что сгибатель-разгибатель хорошо реагирует, а когда человек представляет движение максимальным отделом руки, когда движение плечом у нас совершается или представляется, то, естественно, сгибатели пальцев никак не реагируют. Это нам говорит о том, что при представлении движения у нас главным образом возбудимость увеличивается в тех мышцах, которые участвуют в движении. Причем там уже было показано, рядом других исследователей, что момент повышения возбудимости сопряжен с моментом эксцентричной фазы представляемого движения. То есть, когда человек начинает воображать, что у него развивается фаза движения, когда он обращается к суставам и к связкам при разгибании или сгибании, у него активируется сгибатель или разгибатель. То есть, это привязано во времени и по топологии, привязано к мышцам, участвующим в движении. И вот мы можем более такой детальный анализ сделать, когда мы, как было показано на этом слайде, мы стимулируем не одну точку, мы стимулируем целую область, несколько квадратных сантиметров на скальпе. Вот это наше исследование, где у нас были несколько заданий, когда человек изометрически сокращал руку, когда он смотрел просто на картинку, когда мы его стимулировали тактильно в пальцах, которым он мог бы двигать перышком, и когда он представлял движение, то, о чем мы сегодня говорим. И видно, что паттерн, то есть, это у нас по координатам x, y, цветом показана величина моторного ответа, которая получается при стимуляции этой точки на коре головного мозга. Ну, не на коре, мы стимулируем скальп, как бы поверхность, но это все хорошо проходит через магнитное поле, через скальп, поэтому, скажем, проекционная зона коры, можно так назвать. Мы видим, что представление движения, оно большинство людей, оно по паттерну, по проекционным зонам очень совпадает с самим изометрическим сокращением этой мышцы. И что вот характерно, тактильная стимуляция, которая, вот, кстати говоря, вызывает аналогичную мозговую реакцию, не аналогичную, прямо идентичную мозговую реакцию с представлением, она, тактильная стимуляция, не вызывает такое повышение возбудимости. То есть, мы всегда видим, что, может быть, что-то есть, но очень похоже на контроль, да, на зрительную сцену. Но вот именно, вот, обычно, вот этот человек, у этого видно, что гораздо более сильный прирост, и вообще он не существует, только при представлении, а при тактильной стимуляции прироста нет. Вот, то есть, у нас это, нас это наводит на мысль о том, что вот те проявления, которые мы наблюдаем на энцефалограмме и в электрическом поле, там, магнитном, оно немножко другое характеризует, чем то, что мы наблюдаем, когда мы функционально измеряем возбудимость моторной именно коры. Вот, и вот у меня было исследование. Мы в пространстве тоже разделили отдельно, где находятся источники десинхронизации. Тут здесь показано красным, и синий такой крестиком показан центр того, где обычно локализуется десинхронизация альфа-ритма, именно уже в коре. И показано черными точками, где мы стимулируем, где получаются какие-то моторные ответы, и зеленым крестиком показан такой центр массы этих ответов. То есть мы видим, что при центральной извилине у нас как раз наблюдается, там есть первичная моторная кора, там есть проекционная зона, и тут ничего неожиданного нет. А десинхронизация, она наблюдается гораздо кзади от этого места. То есть за центральной бороздой, вот это просто здесь показано стрелочками, она наблюдается в постцентральной извилине или уже в париэтальной коре, максимум десинхронизации. То есть у нас десинхронизация и возбудимость, она разнесена и в пространстве. Эти корреляты, они характеризуют разные участки мозга. И функционально тоже получается оно разнесено, потому что у нас есть тактильная стимуляция, которая тоже вызывает сильную альфа-бета-десинхронизацию, но никак не влияет на возбудимость. То есть это как раз камень в огород использования МК для тренировок. У нас получается, что основной тренировочный эффект, он будет связан именно с повышением возбудимости. А если мы его оцениваем по десинхронизации, это немножко некорректно. То есть у нас получается, что люди, которые не дают хорошего электрографического проявления в ЭГЭ на представление движения, могут иметь хороший эффект за счет возбудимости. Поэтому МК это не такой хороший способ для именно тренировочных интерфейсов, поскольку получается, что то, что важно для МК, не важно для тренировок, так скажем. И вот давайте как раз об этом поговорим еще в конце. Пару слов скажу про именно нереабилитацию с помощью таких вот интерфейсов. Из таких спортических данных спортивной психологии мы знаем, что представление движения используется для улучшения производительности людей в технических видах спорта. И вследствие этого у нас есть надежда, что такой же эффект может оказать представление движения для людей, у которых так или иначе нарушено центральное звено именно творительного производства движений. То есть вот человек после инсульта, если у него произошел инсульт где-то с альстоматорной корей, обычно мы понимаем, что произошел там инсульт, потому что у человека развивается паралич частичный или спастичность в конечностях. То есть там ограничено количество движений и оно сопровождается, допустим, болями. Иногда результатом инсульта является потеря не только двигательной активности, сколько потеря чувствительности. И человек не может правильно координировать тонкие движения, допустим, рукой, из-за того, что у него нет достаточной обратной связи. И вот полагают, что для людей, у которых такие проблемы, у которых, допустим, ограничено движение или которые хотят какие-то дополнительные меры предпринять для восстановления этого движения, для них существуют вот такие вот попытки использования представления движения для нейро-реабилитации, это называется. Ну, существуют разные обоснования того, почему хорошо бы использовать это представление движения. Обоснования там варьируют от такого... Хуже точно не будет, да, то есть понимание, что ну давайте все, что возможно, попробуем, вдруг что-нибудь сработает. Да есть там обоснования такие уже более завиральные, теории достаточно сложные, которые очень сложно доказуемы, что там, допустим, афферентное-афферентное спино начинает лучше взаимодействовать, если у нас есть интерфейс с мозг-компьютер. Это там на уровне теории все и остается. На самом деле, просто эти реализации, которые это реализуют, да, вот такую систему, но не доказана эффективность. Вот. И если мы рассмотрим такую вот основную схему, то у нас получается, что есть человек, который инвалидизированный, может двигаться, он представляет себе движение, происходит классификация этого представления, и дальше правильная, ну не правильная классификация, она подается на какой-то внешний девайс, который дает адекватную этому движению обратную связь. Вот, в частности, могут применяться так называемые экзоскелеты, когда у нас совершается пассивное движение конечности, которую человек представляет. у нас есть еще способ активации мышц при помощи тока, когда человек сокращает руку с помощью электростимуляции, запущенной от интерфейса мозг-компьютер. и у нас еще есть такие способы, когда мы в виртуальной реальности показываем, что человек реально двигает рукой, и это ему надежда, ему поднимает, что его рука тоже когда-нибудь начнет двигаться. Вот. То есть, получается, обратная связь у нас сопряжена с желаемым движением. Эта вот схема, она немножко ошибочна в том плане, что, как мы уже выяснили, представление движения, оно у нас характеризуется тем, что у нас нет намерения совершить движение. Поэтому, если мы считаем, что наша схема работает, потому что есть намерение, и с помощью МК у нас потом совершается действие, то вот, если мы используем именно представление движения, эта схема немножко некорректна, она даже с фундаментальной точки зрения неправильная. Если мы используем так называемые attempted movements, то есть движение, которое человек пытается сделать, но не может, то это уже больше похоже на то, что здесь на этой схеме изображено, потому что у нас есть реальное намерение сделать движение, и МК реализует эффекторную часть, то есть так или иначе делает это движение возможным. Ну, какой-то там убогой форме, допустим, там сгибание такое получается не очень функциональное, но тем не менее. Вот, и вот такой вот схеме, конечно, это больше похоже на правду, но вот по поводу того, насколько это вообще помогает, насколько помогает вот эта дополнительная обратная связь реабилитации, это тоже большой вопрос. Давайте я поясню это на схеме. Мы знаем, что представление движения само по себе, достаточно большая доказательная база есть того, что само представление движения в отрыве от обратной связи, оно не реабилитации помогает, то есть оно небольшой эффект, совершенно небольшой эффект, но значимый эффект, и для людей, которые там весь день занимаются реабилитационными процедурами, им представлять полчаса, ну, наверное, не так сложно, учитывая, что у них такая ситуация, что от этого зависит их качество жизни. Вот, то есть именно стрелочка от представления движения плюс АМК, плюс обратная связь, там наворочено, намучено всего, там эмоциональная обратная связь, экоскелеты, все это очень-очень сложно и умно сделано, и тоже показано, что есть эффект на нейро реабилитацию, то есть вот это все тоже помогает, когда мы делаем вот таким вот сложным комплексом все это. При этом величина эффект, она примерно сопоставима вообще-то с тем, что делается с помощью представления только, да, и вот исследования, которые показывали бы, что вот этот вот компонент АМК плюс обратная связь, оно дает хоть какое-то преимущество по сравнению с просто качественным представлением, таких исследований нет. Да, то есть обычно есть какие-то контроли, но контроли обычно сделаны очень плохо, то есть там в исследованиях получается, что работа АМК, она, это единственная работа, когда человек с человеком реально работают и подсказывают ему, как правильно представить, а вот здесь в контроле человек просто предоставлен самому себе, он там что-то представляет, никто это не контролирует, вот, то есть непонятно, что из этого лучше и добавляет ли какой-то, есть ли какой-то добавочный эффект от АМК. Ну и плюс еще вот мы знаем там из моих исследований, из ряда других работ, что вот эти все обратные связи АМК, они на качество представления вообще-то там никак не оказывают влияния, либо оказывают негативное влияние. То есть за пределами тренировки, первичной тренировки управления, первичной тренировки представления движения у нас АМК вообще не оказывает никакой эффекта на качество представления, его нейрофизиологические корреляты. Поэтому здесь, конечно, очень требуются такие вот исследования, которые бы на пациентах показывали с контрольными группами, что вот этот комплекс, он работает. Есть, конечно, теория, почему таких исследований нет, немножко конспирологическая. Теория заключается в том, что вот на такие комплексы, на такие комплексы деньги выделяют. Такие комплексы не очень популярны, их там и медики сами пытаются как-то продвигать. Тут очень большая добавочная стоимость на разработку всех этих комплексов и исследования с участием их. А на исследования с методистом и с психологом, который будет правильно ставить представление движения и заниматься, допустим, групповые занятия делать, на такие исследования деньги не выделяют. Поэтому люди, которые обычно разрабатывают упрек, которые разрабатывают эти вот сложные комплексы, им не очень-то вообще-то и выгодно тратить большое количество испытуемых на контроле, которые могут вообще-то показать, что никакой значимой разницы нет. Эффекта сам-то не очень большого. Если мы еще покажем, что разницы нет, то получается, что исследование все это было проведено зря. Вот. Вот это такая вот небольшая минутка конспирологии. Ну и на этом, наверное, я буду заканчивать свою лекцию. Давайте еще вкратце такой подведем итог. Все-таки хорошие ли неинвазивные МК на представлении движения вообще получаются? Мне кажется, неоспоримые тут два есть факта, что представление движения, оно дает очень интуитивное и естественное управление в тех случаях, когда у нас есть управление в пространстве. То есть, когда у нас, поскольку мы хорошо умеем различать там левую и правую руку, то когда у нас есть управление влево-вправо, да, или какое-то там пространство, или что-то, что на пространство, может к пространству приводиться в интерфейсе, допустим, на мониторе. Это очень хорошая, очень хорошая идея. Но все-таки битрейт очень низкий. Это тоже неоспоримый факт. Ну, нет исследований, которые бы показывали, что битрейт высокий, битрейт обычно очень низкий, даже с учетом всех ухищений, которые там мышечные движения дополнительные. Битрейт низкий, мало классов, невысокой точности, долгая калибровка. Это, конечно, такой большой стопор для повсеместного применения таких интерфейсов. Есть еще ряд таких спорных утверждений, которые я из своего опыта могу сказать, могу поделиться с вами, что в клиническом сеттинге, в клинической практике я работал и с инсультными пациентами, и с пациентами со спинальной травмой, у которых полный паралич конечностей без возможности какого-либо восстановления этой функции. Вот показано, что все-таки я вижу, что управление в таких группах невозможно, просто потому что качество сигнала, который идет из мозга, оно понижено. Это качество вследствие того, что человек теряет возможность двигаться, и, грубо говоря, мозговые контуры, которые за это отвечают, они тоже начинают понемножку отмирать, и качество сигнала гораздо хуже, чем у здоровых людей. И этим людям у них нет возможности как-то пытаться игрушками заниматься с катанием на кресле с помощью интерфейсов. Ну, там будут locked-in пациентов, у которых там ILS или еще что-то более серьезное. У них, по-моему, тоже особо нет когнитивной возможности всем этим заниматься обучением, сложными ментальными практиками. У них там немножко другое на поверхности дня стоит. То есть именно управление креслами – это скорее игрушки. Это не очень похоже на то, что может применяться. Это гораздо проще дать там человеку трубочку с воздухом, чтобы он еще не ее управлял языком, двигал коляской, чем каким-то МК, который работает в 70% вероятности в лучшем случае. А вот что касается тренировки, я все-таки считаю, что да, это, возможно, хорошая идея, потому что обычно люди, которые не потеряли еще волю к тому, чтобы как-то реабилитироваться, они охотно к таким тренировкам подходят. Особенно молодые люди, которые там вследствие инсульта или какие-то травмы, нейротравмы, они, во-первых, могут все понять хорошо, как это представляет движение и попытаться попрактиковаться с этим. Ну вот полезность МК здесь, конечно, под вопросом. Все, чем я занимался, все-таки всегда я приходил к выводу, что МК тут вряд ли вообще-то не нужен. То есть если человека обучить, хорошо представлять, он потом это делает и месяц спустя, и два месяца спустя, без какой-то обратной связи, все это хорошо работает. Ну и в конце такой духоподъемный пункт в том, что, в принципе, МК это терпочий, им можно пользоваться при должной мотивации и большом количестве тренировки. Ну и, естественно, должна быть какая-то предрасположенность к этому и мотивация, да, и тогда можно обучить человека очень хорошо управлять в этом интерфейсе. Вот то, что я показывал там с 3D-контролем, да, это очень вдохновляющие примеры, которые показывают, что сложная работа возможна, если хорошо постараться. Ну вот комбинация мотивированных исследователей, мотивированных испытуемых, она достаточно редкая, поэтому примеров мало, но я считаю, что они могут быть гораздо более сильно распространены. То есть, если там, не знаю, завтра у всех людей в мире попадут руки-ноги, то, в принципе, у мотивации появится очень много людей заниматься такими интерфейсами. Вот, поэтому я считаю, что все-таки заниматься этим стоит, и за счет улучшения качества обработки сигнала тоже можно добиться хороших преимуществ. То есть, допустим, 40 лет назад была информация, что миоритм есть только у 15% людей, и вообще считали его каким-то аномальным. Потом появились хорошие усилители, да, у нас, оказывается, миоритм есть у всех. Ну, там сейчас считается у него у всех, но в большинстве он хорошо выражен. А может быть, завтра еще что-то появится, там какие-то очень чувствительные, там, не знаю, грандиометры для носимой. И там будет различаться гораздо большее количество состояний и с большей точностью. Вот. На этом я заканчиваю, точно уже заканчиваю свою лекцию. Немножко получилось больше, чем планировалось. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я вот сейчас на них готов ответить. А если вопросы появятся потом, то вы задаете их там в чате, в Телеграме. На них тоже постараемся ответить. Ну, если пока люди думают, у меня был вопрос. Вопрос был такой, наверное, практически ориентированный. То есть, я понимаю, в чем будет проблема для фундаментальных исследований, если мы там не различаем, если исследователь там или правильно не проконтролировал представление это движение, там, квазидвижение, ну, то есть, вот этот аспект. Мы там просто исследуем не то, что хотели. А вот в чем будет проблема для какого-то практического применения в реабилитации или управлении там чем-нибудь, если, ну, была допущена эта ошибка, ну, просто будет менее эффективным там разработка этой технологии, интерфейса, или же вылезут какие-то еще проблемы? Ну, смотрите, ошибка может быть допущена по-разному. То есть, первая ошибка, которая может быть допущена, что человек реально там начинает двигать руками. То есть, не была поставлена миограмма, и человек просто начинает там чуть-чуть двигать, никто это там не заметил, он там начинает, может быть, языком двигать, а в рот никто не смотрит. Вот, то есть, у нас получается, ну, тут эта ошибка связана с тем, что у нас получается, ну, не очень честно. Это получается, мы говорим, что человек управляет с помощью МК, а на самом деле он управляет с помощью декодирования каких-то там движений. Ну, то есть, здесь получается, то есть, мы играем со словом МК. А если человек, ну, неправильно что-то представляет и пытается все-таки именно представить, допустим, он начинает представлять зрительные образы движения, и это, допустим, дезинхронизирует его затылочным алфоритом, и за счет этого он управляет, то он тоже, почему бы и нет, то есть, мы не можем говорить, что это он управляет с помощью представления движения именно, и что если мы будем сопрягать вот такие вот интерфейсы, допустим, с какими-то там экзоскелетами, это будет совсем не то. То есть, это будет еще более далее опосредовано от того, что мы хотим. То есть, получается, двойное кодирование, что если я хочу пошевелить там, допустим, своей рукой, я должен подумать там о чем-то, и тогда вот это движение совершится. То есть, у нас получается больше такая петля смысловая, но тоже интерфейс, если он будет лучше работать от этого, то, естественно, нужно пользоваться этим неправильным способом, в кавычках, да? То есть, тут как бы никакого криминала нет, просто если мы это докладываем как бы в научных работах, что мы там интерфейс делали на 100%, на основном у нас руки двигаются, это, ну, шелотанство, так скажем, да? А если это уже практические применения, то, естественно, любые способы, они кодятся. Ну, да, в этом был мой вопрос. Тогда, если есть еще у кого-нибудь вопрос. Да, здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Да, Анатолий, спасибо большое за презентацию и лекцию. У меня такой вопрос относительно периода обучения. Вот там на начальных слайдах было, что 3-7 секунд, да, длится проба, потом идет какой-то отдых, релаксация, и что-то там было про 10 секунд. Вот скажите, пожалуйста, какое, да, попытка по сравнению точно, вот это, какое соотношение между временем на обучение, временем на отключение от обучения наиболее эффективно, и как это подбирается, как бы, ну, есть какие-то, не знаю, нормативы, какие-то выработанные практики, может быть, или каждому индивидуально надо искать подход, где наиболее эффективный результат достигается. Ну, смотрите, обычно вот еще можем черпать такие, такую информацию, такую обоснованную, мы можем черпать это из исследований. Исследования обычно двух типов бывают. Первые – это клинические исследования, когда там люди работают с пациентами, а с пациентами обычно работают, ну, медперсонал, да, который с разной степенью тщательности обучает и не всегда следует инструкциям, и не всегда эти инструкции корректно сформулированы. И это первое, как исследование, какие исследования публикуются. И второе исследование – это исследование чисто научное, что вот, допустим, мы там попредставляли этим, другим, третьим, сделали классификатор, получилось на 10% лучше, чем наши конкуренты. Вот, или там мы сделали там новую схему, там, представлять, пять раз почесаться, там, пять раз попрыгать, у нас получается лучше классификация таких паттернов, представляемых, чем если просто пять раз попрыгать. Ну, представление – пять раз попрыгать. И вот второй тип исследований, они обычно, ну, тут чисто такая проза жизни, да, получается, что вот ученые работают обычно очень короткими сериями, особенно за рубежом, у них там есть гранат на год, и они вот пытаются как можно быстрее все это сделать. И обычно вот подавляющее большинство исследований, оно все делается в один день. То есть там говорится, что мы испытываем, нам что-то объяснили, обычно даже не указывается, сколько там они объясняли, как хорошо они объясняли, и даже инструкции не приводятся. То есть для этой статистики, я хочу сказать, что, о которой вы спрашиваете, для нее очень мало данных. И на самом деле все это на личном общении и на собственном опыте как-то познается. Вот по моему опыту, именно вот объяснить человеку все качественно, чтобы он понял, нужно это объяснять без шапки ЕГЭ в отдельный день. То есть это один день точно нужно потратить. А дальше пытаться представлять, и количество попыток представления вот этих вот трех или семи секундах, оно вообще говоря не ограничено. То есть для тренировки вообще можно не делить на попытки, можно просто последовательно представлять сто раз подряд и спрашивать лучше или хуже, более яркий или менее яркий образ выходит. А вот именно то, что здесь показано, это уже сами исследования, которые либо для калибровки классификатора используются, либо для каких-то нейрофизиологических изысканий. И здесь обычно используется где-то 50 попыток, длительность примерно 5 секунд каждая. Это чисто, так скажем, научно, чтобы набрать хорошую статистику, чтобы получить достоверные результаты по величине десинхронизации-синхронизации и какой-то классификатор обучить. Если мы говорим про классификатор нейросетевой, ну или классификационные подходы, которые требуют большого количества примеров, то здесь обычно используется много разных людей, или несколько сессий одного человека используется. То есть там нужно больше 200 попыток обычно, чтобы это классифицировать. Если мы берем, опять же, разные бывают парадигмы. Есть парадигмы, допустим, с тремя секундами, где человек один раз представил, и у него для классификации используется одна попытка. То есть у него единица для классификатора – это распознавание одной попытки представить. У него тогда нужно больше таких попыток набирать, то есть там 100 и больше. Если у нас классификатор рассчитан на непрерывную работу или на такой синхронный интерфейс, тогда лучше делать блок его, допустим, по 7 или по 15 секунд к ряду представлять, и тогда у нас для классификатора все эти 7 секунд, они получаются таким монолитным блоком, и они просто идут в статистику общего времени. То есть у нас получается, что сумма, суммарно нужно набрать, допустим, одну минуту представления. То есть для классификатора CSP плюс наивный байос, которым мы чаще пользуемся, достаточно набрать 2 минуты. Для классификатора распознавания. Поскольку наивный байос обучается моментально, а CSP делается чуть-чуть быстрее, чем моментально, получается, что гораздо выгоднее просто пробовать, допустим, по минуте каждого состояния писать и переобучить классификатор каждые 5 минут, каждый трайл, каждый блок попыток переобучить классификатор. То есть с точки зрения того, что человек научился, тут, опять же, у всех по-разному. Некоторые люди учатся очень быстро. Причем это не всегда коррелирует с опытом личным. То есть все-таки есть некоторая корреляция, что, допустим, у музыкантов, которые часто занимаются на пианино, допустим, которые работают, у них лучше получается представлять движение, это все получается гораздо быстрее, и у них динамика переключения между разными представлениями гораздо выше. Но есть и обычные совершенно люди, у которых такой способ мышления более телесный, незрительный, и они очень хорошо понимают, что такое генетическое представление и очень быстро учатся. Есть люди, в принципе, необучаемые, которые все вроде говорят, что правильно делают, но у них нет никакой реактивности в мозге. Это, скорее, связано, опять же, с нейрофизиологическими особенностями. Тут я мог немножко углупиться, что мы это обычно регистрируем десинхронизацию, то есть уменьшение амплитуды. Если у человека изначально амплитуда была очень низкая, сенсомоторного ритма, это один из предикторов интерфейсов, то уменьшаться там просто нечему. Если уменьшаться нечему, то прогноз на обучение вообще негативный, как бы он там хорошо не обучился, то у него все равно в интерфейсе ничего не получится, потому что динамического диапазона сигнала недостаточно. Что касается обучения людей с пониженной когнитивной способностью, то есть обычно это постинсультные пациенты пенсионного возраста, у них достаточно сложно им представить, объяснить, как нужно правильно представлять. У них плохо с описанием того, что они реально мысленно представляют, в силу стеснения или в силу просто возраста или такой, ну, алекситимии некоторые, то есть когда человек не может характеризовать свои ощущения корректно. Для них лучше использовать наглядные пособия, то есть когда есть видеоролики, и человек вслед за видеороликами пытается сначала подвигать, а потом представить собственные движения. У меня тоже такое исследование было. Это, в принципе, дает хороший результат, что люди гораздо быстрее выходят на качественное представление. Там, правда, главное потом их отучить от этих видеороликов, потому что если они уже привыкли, что есть какой-то визуальный гайд, потому что они представляют визуальное руководство, то они без него уже не могут представить. Поэтому здесь, конечно, есть такой момент. Так что, отвечая на наш вопрос, достаточно долго, сильно варьирует от целеследования, но обычно двух дней достаточно каждый день, если делать по, допустим, 500 попыток. Вот, разным. Понятно. То есть не так важен этот интервал, да, между этими попытками, сколько просто набрать нужно учить. Интервал между попытками, он не важен, если мы говорим именно о психологическом обучении, то есть обучении манере представления. Если мы говорим о классификаторе попытки распознать, то интервал между попытками важен, потому что в интервале между попытками сигнал, который мы регистрируем, он приходит, так сказать, в нормальное состояние, то есть он должен вернуться обратно в синхронизованное состояние, что мы постоянно измеряли. Потому что если мы... Вот это очень частая, кстати, попытка, такая ошибка, которая допускается при оффлайн-моделировании точности классификации, она заключается в том, что люди сначала записывают, допустим, пять минут контрольного состояния, а потом пять минут представления. Мы с небольшими интервалами, но не используем для классификации. То есть мы берем то, что записано было, допустим, вчера или пять минут назад, и то, что записано сейчас. И получается, что вот так качественно расслабиться в процессе между попытками представления просто невозможно. И классификатор реальный... Неверные данные уже. Да, работать не будет. Да, нерепризывательные данные. Обычно вот, ну вот есть дизайн, обычно есть более расслабленный дизайн, где два состояния, там, моторное представление и расслабление. Есть такие более рестриктивные дизайны, где есть фиксационные кресты, там вот, допустим, вот этот, да? Да, да, да. Потом фиксационный крест, потом сейчас приготовьтесь представлять, потом само представление, потом и так далее. То есть вот это такой небольшой, на мой взгляд, анахронизм. То есть раньше люди очень волновались, что глазные артефакты вносят очень большой вклад ФЭГ. Да. Да. Потом, значит, придумали ICA делать. Вроде это помогает, а вроде нет. Все-таки оставили этот фиксационный крест на месте. И по моему опыту, вот я еще работаю с коррелятами того, как человек намерен управлять глазами, то есть двигать глазами, там выясняется, что удержание взгляда в одной точке, оно тоже сопряжено с определенным таким выраженным состоянием в ритмике мозга, в связи с тем альфа-бета диапазоне, который отличается от того, когда человек свободно над глазами работает или просто расслабленно сидит. То есть вот сам фиксационный крест, это своеобразное такое ментальное состояние, которое… То есть его тоже можно отделять как отдельное состояние. Состояние релаксации, состояние фиксации взгляда и дальше состояние представления движения. Это как бы три разные совершенно… Да, ну вот релаксацию и фиксационный крест будет, конечно, сложно отделить, но я считаю, что да, это возможно. Там есть для этой посылки. Но, опять же, в интерфейсе это может иметь достаточно ограниченное применение, потому что в момент, когда нужно управлять с помощью неподвижного взгляда на фиксационный крест, это немножко странно. Вот. То есть такая рекомендация от меня лично, что лучше, конечно, избавляться от фиксационных крестов, просто объяснять человеку, что нельзя обращать глазами по беспределу. Но можно, можно глазами двигать. И учитывая, что для классификатора используется диапазон частот от 5 до 68 до 20 Гц, глазодвигательные эти все артефакты, они туда вкладываются очень-очень мало. То есть мощность морганий, оно там и сакадических этих всех кулографических артефактов, оно очень мало вкладывается. Хорошо. Можно я тогда второй вопрос продолжу? Вы частично на него ответили по поводу предикторов. То есть я поняла, что предиктор низкой обучаемости в работе с такими интерфейсами, это, во-первых, электрическая активность самого мозга, когда у него невысокая степень потенциалов, но и как бы не пробивает, получается, недостаточно, чтобы порог. Вот. И второй момент – это когда, ну, типа, пенсионного возраста, когда когнитивные функции уже не так хорошо работают, но и в целом мозг немножечко уже не такой активный. А еще что? Да, вот смотрите, у нас тоже были исследования по этому поводу. Значит, у нас мы с психологами тоже смотрели батареи тестов, и какие тесты вообще коррелируют с тем, как человек управлять будет, хорошо или плохо. Вот я скажу, что для именно предиктором для качественного управления ВМК, конечно, важнее всего это именно величина миоритма в покое. То есть поскольку там чисто сигнальные дела, то есть чем больше у него в покое облюдение миоритма, тем больше он может ее синхронизовывать, то есть понижать, тем более мощный будет сигнал. Что касается вот именно такого психологического обучения, то мы, честно говоря, не обнаружили хороших коррелятов. То есть мы смотрели там элекситимию, внимательность, мотивацию. Все это чуть-чуть оказывает влияние, но управление практически не оказывает влияние. Еще есть тесты, в психологии есть тесты на представление движения. То есть там смотрит способность человека представить движение. Они дают там задачки, типа представьте движение, там пять шагов вперед, повернуться налево, повернуться назад. Ну это пространственные. Да, есть пространственные тесты, есть на яркость моторного образа тесты. Вот они тоже не оказывают влияние на именно качество управления ВМК, но они, я показал, что они оказывают влияние на возбудимость. То есть люди, которые говорят, что они хорошо представлены, у которых яркие образы, у них наиболее сильное повышение коррекциональной возбудимости возникает в результате представления. Так что предикторами именно вот таких интерфейсов, направленных на тренировочный эффект, я бы сказал, что вот это хорошая идея именно скрининг делать по способности воображать движение. Есть разные шкалы и разные тесты, это хорошая идея. Но для интерфейса МОС-компьютер обычно все-таки главным образом это ЭЭГ, ЭЭГ-корреляты, их выраженность изначальная. То есть там мотивация и всякие какие психологические вещи, они в меньшей степени коррелируют. А что вы порекомендовали, можете почитать на тему последования активного воображения, в широком даже, наверное, смысле слова, не просто движение, а в принципе активного воображения, с использованием ЭЭГ или МЭП. Может, в чате даже с кем-то ссылочек, если есть достойная работа. Да, смотрите, вот есть такой вот первопроходец в этой сфере, это Герт Фюрдшеллер. Герт Фюрдшеллер, у него очень много работ, у него есть там по типу монографии, такой сборники работ, они достаточно часто цитируются, и там есть некоторые такие, скажем, ошибочные представления о том вообще, как представления о движении реализуются. Но вот в частности, в части ЭЭГ там очень хорошо все описано. Что касается представления в целом, зрительного и так далее, тут я, наверное, не подскажу, потому что я именно занимаюсь танцематорной сферой, и представление зрительное я, честно говоря, не знаю хорошей литературы. А вот именно представление о движении и сопряженному с этим, там, зрительное представление о движении, это тоже там есть такая вещь. Есть очень хорошая книга зарубежная, сейчас, может быть, я ее быстро не найду. Это французские спортивные такие психофизиологи, и они как раз изучают разные аспекты представления движения, их проявления в центральной нервной системе, в периферической нервной системе, что тоже достаточно интересно, потому что это все переплетено. Я, наверное, найду, как эта книга называется, и скину вам ее в чатик. Спасибо, Брон. Да, мне поможет, я думаю, Василий куда-куда это можно передаст. Могу даже подоев скинуть, если вы хотите. А, слушайте, вот, я, смотрите, даже нашел. Я могу вам сейчас, наверное, обложку продемонстрировать хотя бы. Вот. Такая книжка. Ну, я от PDF я тоже не откажусь. Да-да-да, PDF я в скин, я просто уже нашел. Это будет гораздо быстрее, как бы я его нашел. Вот, да. Надеюсь, ответил на наши вопросы. Спасибо большое. Я, наверное, закончу, то я весь эфир заняла. Если у вас есть, еще вопросы задавайте мне, по крайней мере, мне интересно. Ладно. У меня просто очень практический такой еще вопрос, касающийся пациентов с ILS. Ну, боковой метрофический сфероз. Вот что на практике реализуется и наиболее эффективно подходит для таких пациентов из арсенала МК? И, ну, прозвучало в конце лекции, что не всегда это эффективно. Есть ли что-то эффективное для данного типа пациентов? Может быть, на разных стадиях, на более ранних стадиях что-то можно использовать? Ну, вот для таких пациентов, у них там не стоит задача ездить по больницам на высоких скоростях, обычно на креслах. У них обычно даже с коммуникацией проблемы, поэтому для них обычно очень хорошо применяются интерфейсы, вот о которых будет рассказано на следующей лекции, то есть вот эти экзогенные с мигающими матрицами букв, то есть вот эти спейлеры все, с ними тоже можно управлять хорошо. Но это, конечно, есть ограничение, что это на стадии ILS, когда еще глаза двигаются, да, то есть там все-таки нужна подвижность взгляде. Вот, но вот интерфейс на P300, который будет, собственно, следующий через одну лекцию, он, в принципе, не должен, не обязательно должна быть подвижность глаз сохранно, то есть там можно сделать маленькой плотности матрицы, так что боковым зрением человек будет откликаться мысленно на вспышки света в правом-левом углу, допустим, четырьмя элементами. То есть вот такие интерфейсы, они обладают гораздо большим битрейтом, и даже вот для пациентов, которые, в принципе, у них, в принципе, битрейт снижен, для них они обладают достаточной скоростью передачи информации, чтобы эффективно там взаимодействовать на бытовом уровне, и даже может чем-то управлять там каким-то своим собственным креслом или постелью, поднять наверх или вызвать медсестру, это все у них, в принципе, реализуется. И вот есть такой проект нейрочат, который, собственно, с участием нашей лаборатории, это Александр Каплан разрабатывал вместе с нейротренд, такая есть компания. Этот проект нейрочат, он активно внедряется в клиническую практику. Это именно коммуникатор на основе позиционного интерфейса P300 с набором букв. И там действительно люди, которые не могут набирать этот текст руками, они пользуются этим интерфейсом, и там это все очень хорошо работает. Там даже есть такая небольшая социальная сеть, реализованная на базе нейрочата, где, не знаю, не только, по-моему, в рекламных целях была реализована коммуникация пациентов из разных больниц, вот таких вот обездвиженных. Поэтому приходите на следующую лекцию, там вот об этом расскажут. Я думаю, для ЛС пациентов это оптимальный вариант, вот именно такие интерфейсы. Ну да, я слышала про нейрочат и видео. Вот это презентация, и отлично. Спасибо большое. Спасибо тогда на следующей лекции узнаю подробно. Коллеги, есть еще какие-нибудь вопросы? Если нет, тогда, наверное, все. Спасибо большое. Очень интересная лекция. Да, спасибо большое всем слушателям. Да, да, до связи всех. Да, все, тогда всем до свидания. Счастливо. Спасибо. 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 Продолжение следует...